Здравствуйте! В эфире Вести Магнитогорск. В студии Полина Атеева. Коротко о главных темах выпуска. Каникулы кончились на две недели позже положенного срока. Магнитогорские школьники вернутся в классы. Такое решение принято на заседании штаба по гриппу. Все кружки, секции могут быть открыты, и дети будут полноценно уже заниматься. Беда пришла откуда не ждали. Хакеры атаковали сервер одного из ЖРУ Магнитогорска. Об ущербе, нанесенном кибератакой и возможных последствиях, расскажем сегодня. Блоумышленниками было написано электронное письмо о том, что за восстановление этих документов необходимо заплатить 20 тысяч рублей. Первая пошла. Магнитогорская картинная галерея открывает новый сезон выставкой с порядковым числительным в названии, которая представит самые интересные работы южноуральских художников. Самое прекрасное, самое красивое, что создано. То есть это все-таки Богом, это женщина. Карантин отменили. С понедельника все дети пойдут в школу. Такое решение принято на заседании городского штаба по гриппу. Профилактические мероприятия, которые были организованы в Магнитогорске, позволили значительно уменьшить количество заболевших. Мы на сегодняшний день имеем снижение заболеваемости. У нас снизилась заболеваемость во всех возрастных группах детей. Поэтому мы можем сказать, что сейчас уже дети наши с понедельника могут приступить к занятиям. Все кружки, секции могут быть открыты, и дети будут полноценно уже заниматься. Напомню, карантин был объявлен 23 декабря. Школьники досрочно ушли на каникулы. Ровно через месяц, 23 января, они приступят к занятиям. В нынешнем году пик заболеваемости был зафиксирован значительно раньше, чем в прошлом. Несмотря на то, что дети получали задания от учителей в электронном виде, многие педагоги считают, что учебную программу придется наверстывать. Самое время вспомнить известную некогда песню «Закаляйся, как сталь». В Магнитогорске 9 тысяч желающих сдать в этом году нормы ГТО. Именно столько человек зарегистрировались на официальном сайте. Еще одна новость. В области физической культуры планируется завершение реконструкции центрального стадиона. О том, что спортивная жизнь в Магнитогорске кипит, об итогах прошлого года. И не менее насыщенных планах говорили на аппаратном совещании. Год спорта в Магнитогорске прошел на высшем уровне. Отчет о мероприятиях и достижениях представил Дмитрий Шохов. Так, в числе первых он отметил баскетбольный клуб «Динамо». Благодаря значительному обновлению состава команды и смене тренера, им удалось подняться на новый уровень. В Итроге второе место в третьем дивизионе. Кроме того, горожане успешно продолжают сдавать нормы ГТО. В городе работают три центра. Напомню, в прошлом году нормативы сдавали учащиеся образовательных учреждений. Всего более двух тысяч человек. В итоге 370 знаков отличия. 82 из них золотых. Также Дмитрий Шохов напомнил о всероссийских мероприятиях, которые проводились в Магнитогорске. В частности, спартакиада глухих и чемпионат по авиамодельному спорту. Стоит отметить, что в 2016 году 13 магнитогорцев получили звание мастеров спорта. Ну и самое яркое событие года – чемпионство хоккейной команды «Металлург». Не менее богат событиями будет и 2017 год. В заключительный этап вступит модернизация спортивных школ. Планируется третий этап реконструкции центрального стадиона. Полноценно для всех, без ограничений, заработает система ГТО. При этом Магнитогорску доверено провести финальный этап зимнего областного фестиваля ГТО, который состоится 12 марта. В итоге Дмитрий Шохов пригласил всех присутствующих и горожан на ближайшие мероприятия. 4 февраля состоится лед «Надежды нашей» 11-го «Лыжня России». Юлия Черешнева, Дмитрий Титов, Вести Магнитогорск. Кроме того, на аппаратном совещании обсудили ситуацию на дорогах, в частности, работу маршрутных транспортных средств. Так, по итогам 25 рейдов к административной ответственности привлечены 62 водителя за отсутствие карты маршрута. Общий штраф составил 310 тысяч рублей. За нарушения, связанные с лицензией, оштрафованы два человека на сумму более 200 тысяч рублей. Выявлено 5615 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями маршрутных транспортных средств, в частности, к административной ответственности привлечено за проезд на запрещающий сигнал светофора 165 водителей маршрутных автотранспортных средств, за выезд транспортного средства на маршрут без путевого листа 18 водителей маршрутных автотранспортных средств. За непредоставление преимущества движения пешеходов 536 водителей. Также обсудили распоряжение губернатора запретить нелегалам управлять общественным транспортом. Я считаю, что очень правильный закон позволит у нас, с одной стороны, увеличить привлечение наших людей к этому роду деятельности, а с другой стороны, я надеюсь, что будет больше порядка. Также на физфатахов напомнилось, что водителям необходимо регистрировать газобаллонное оборудование. Так, за полгода инспекторы привлекли к ответственности более тысячи маршрутчиков. Сумма штрафов – 720 тысяч рублей. Хакерская атака на сайт городской управляющей компании. Злоумышленники похитили огромный объем информации, в том числе персональные данные более чем 13 тысяч жителей Ленинского района. Экономический ущерб составляет 4 миллиона рублей. Подробности далее. Взлом сервера обнаружила системный администратор Ольга Кошаед. Сразу же поставила в известность всех руководителей. На нашем сервере была установлена защита. Но злоумышленникам все-таки удалось проникнуть на наш сервер, похитить более 30 гигов информации. Это, если в бумажном варианте, это огромный объем информации, ну, можно сказать, небольшая библиотека. Большинство управляющих компаний города давно перешли на компьютерный учет. В каждой создан сайт для обратной связи с населением. Именно он и оказался той лазейкой, говорят специалисты, через которую проникли хакеры, практически парализовав всю работу ЖРЭУ. Были похищены даже данные отдела кадров. Пропала, да, у нас большая база данных пропала по лицевым счетам, по нашим многоквартирным домам. Вся информация, которая собиралась с 2008 года. То есть все наши работы, все начисления, платежи, все движения денежных средств по каждому лицевому счету. Спустя некоторое время на сайт поступило электронное письмо. За восстановление документов взломщики требовали 20 тысяч рублей. Управляющие компании решили не идти на поводу у вымогателей и подали заявление в полицию. Мы почитали те затраты, которые мы по отчетности сделали, и в заявлении в полиции указана сумма свыше 4 миллионов рублей. Сотрудники полиции изъяли все электронное оборудование для проверки в специальной лаборатории Челябинска. А управляющая компания выделила деньги на приобретение второго сервера стоимостью 150 тысяч рублей. Его не подключат к интернету. Это электронный дубль для архивирования всех необходимых документов. Управляющие компании уже приступили к восстановлению данных. На это потребуется не один месяц. Ольга Беличенко, Андрей Подольский, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. Самое захватывающее зрелище для всех, кто любит четвероногих друзей и зимний экстрим, состоится в следующие выходные на Банном. Горожан приглашают посетить всероссийские соревнования по гонкам на собачьих упряжках «Стальный рубеж». Основные дисциплины будут упряжки шестерки, то есть это сани и шесть собак, упряжки четверки, упряжки двойки и лыжники с собаками, так называемый скиджоринг. Есть две дистанции, это дистанция 10 километров и дистанция 5 километров. Также подготовлена большая культурно-развлекательная программа, парад хвостатых участников, показательные выступления кинологической группы, любительские заезды, детские веселые старты и танцы собак. Мы со своей стороны продолжаем реализовывать некую стратегию развития курорта Бана как место событийного туризма. В мае 2016 года мы провели, скажем так, для меня нетрадиционный вид соревнований на собачьих упряжках, летний вид. Сейчас все-таки у нас есть возможность увидеть более традиционную версию, то есть это гонка на собачьих упряжках зимой. Соревнования пройдут 28 января в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», начало в 11 часов. Неделя под смогом, борьба с контрафактной химией и православный праздник крещения. Итоги 7 дней подводим коротко. Неблагоприятные метеоусловия в Магнитогорске сохранялись в течение всей недели. Вредные примеси из-за практически полного отсутствия ветра не рассеивались в воздухе. Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен по всей области. Самая сложная ситуация сложилась в Челябинске, Троицке и Карабаше. Магнитогорские полицейские изъяли 75 литров спирта, содержащей продукции. Во время проверки у продавца не оказалось соответствующих документов на продажу лосьона для отбеливания лица «Веснушка-М». Он стоит всего 30 рублей, в разы дешевле лицензированного алкоголя и у категории граждан сомнительного вида на расхват. И хотя в Магнитогорске не зарегистрировано ни одного случая смерти или массового отравления спирта, содержащими жидкостями, рейды продолжаются. Смотровые ордера на новые квартиры получили на этой неделе магнитогорцы, которые живут в ветхоаварийных зданиях. Почти 200 семей. Всего предстоит расселить жителей 20 домов. Они находятся в разных частях города, в поселке Железнодорожников, на улице Белинского и Некрасова. Около 5000 горожан окунулись в прорубь в православный праздник Крещения. В этом году на базе спортивного комплекса «Металлург-Магнитогорск» было оборудовано 3 купели, смонтировано 8 сходин. Первые смельчаки появились на берегу Урала уже в 19 часов. Максимальное количество было в полночь. «Металлург» проверил свои силы перед плей-офф. Два дня подряд играли с «Авангардом». В первом матче гости из первых же минут обрушили на ворота Ильи Самсонова шквала так. «Магнитогорцы» дважды сравнивали счет, но в итоге все же проиграли 3-5. Второй матч более агрессивно начали хозяева. Первыми открыли счет, а дубль Даниса Зарипова и хорошая игра Василия Кошечкина обеспечили «Магнитке» победу 4-2. Сегодня в «Магнитогорске» стартует месячник оборонно-массовой работы. Череда военно-патриотических мероприятий продлится до 1 марта. Школьники встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий. Пройдут соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта. Спортивно-массовые праздники, посвященные Дню Защитника Отечества. В общей сложности планируется провести около 130 мероприятий. Новый сезон открыт выставкой, которая так и называется «Первая». Ее организовал Союз художников и мастеров современного искусства. Европейский художественный союз. На выставке почти 70 работ живописцев и мастеров Урала и Казахстана. О Новом Союзе и о том, почему женщина достойна, чтобы ее писали золотом. Наш корреспондент. Женщина достойна, чтобы ее писали золотом, считает автор этих работ Александр Ерофеев. Этот цвет очень сложный, говорит художник, потому что рядом с ним другие меркнут. Технику пришлось осваивать досконально и долго. Результат – это женская серия. Без названия мгновенно завоевала популярность в художественном мире. Сейчас большая часть работ Ерофеева в Москве на персональной выставке. А недавно эти произведения были признаны лучшими на международных экспозициях в Мадриде и Пекине. Очень интересная тема. Самое прекрасное, самое красивое, что создано, это все-таки Богом, это женщина. Поэтому исследовать, но в то же время это и самый сложный феномен. Завораживают работы Светланы Рябиновой. Они выполнены в уникальной технике – выжигание по ткани. Ее Светлана придумала сама. А теперь это целое направление. Разных художников объединило молодое общество – Европейский художественный союз. Идея создания в Магнитогорске такой региональной организации появилась в 2015 году. По результатам проведенной в Магнитогорске международной выставке конкурса «Урал-Артвик». И вот мы, как рабочая команда, как участники оргкомитета этой выставки, мы пришли к выводу о необходимости представления такого форума. Европейский художный союз – это, скорее, своего рода младший партнер Союза художников России, который занимается не профессионально жестко выстроенной вертикалью профессионального искусства, а работает, если можно так выразиться, в шире. Работы профессионалов и просто талантливых художников и мастеров можно увидеть до 25 февраля в картинах галереи. Юлия Черешнева, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Магнитогорск. Вид из космоса. Фотография с борта Международной космической станции опубликована в официальном инстаграм-аккаунте Роскосмоса. Один из крупнейших мировых центров черной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала, правый берег города находится в Европе, а левый – в Азии. Так прокомментировал снимок космонавт Сергей Рыжков, который и сделал фотографию. За ними не угонишься, да по льду никто и не рискнет. На ММК продолжается зимняя спартакиада. Картинг на льду не новый, но самый популярный вид соревнований среди металлургов. Секунды считала Мария Дронина. Каждую сбитую покрышку штрафуется пилот на время лучшего круга. А их всего у каждого участника не больше пяти. Металлурги трястуют и уходят за носы каждый год. Зимний картинг средний ничего общего, кроме педали газа и тормоза, не имеет. Но не все это знают, поэтому организаторы максимально упростили трассу. Если трассу сделать сложнее, мы будем из сугробов вытаскивать пилотов с завидным постоянством. Сейчас она построена таким образом, чтобы пилот со средними способностями мог удержать болид на трассе. А это для некоторых оказалось непросто. Один неправильный поворот, и инструктор уже спешил на помощь. Вызволять карты спортсмена из сугроба. Я заходил за вираж и сделал, чуть отпустил газ и добавил. И меня развернуло, и получилось, я думал, не хватило расстояния. Длина трассы всего 300 метров, и лучше проходили ее чуть больше, чем за 30 секунд. Это гонщики со стажем, но были и те, кто в карте мой сел впервые. Им даже небольшая скорость казалась запредельной, а лед чересчур скользким. Под конец уже, где-то в кругу на втором, наверное, понял уже, что можно даже педаль газа не отпускать. И оно так все легко. Главное, рулем вовремя поворачивать. Правильно. В конце февраля на картодроме спортгородка на набережной пройдет городской чемпионат. Как всегда, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Но участвовать в нем могут и девушки. Мария Дройна, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Это были все события. Мы желаем вам отличных выходных. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Временная облачность без осадков ночью 12-14 ниже нуля, днем от 8 до 10 градусов мороза.